Здравствуйте дорогие зрители канала Proofy! Несмотря на происходящее в мире и в стране, еженедельное оперативное совещание правительства Республики Башкортостан прошло буднично и спокойно. По какой-то причине оно было перенесено с понедельника на вторник. Вроде как Ради Фаритович никаких поездок не планировал, но имеем то, что имеем. Помешает ли маркировка товаров малому бизнесу? Кого отправят на СВО и зачем Алан Марзаев копает улицу Пушкина в Уфе? В нашем обзоре очередного оперативного совещания. Меня зовут Айгиз Гельманов, погнали! На прошедшей неделе у Ради Фаритовича была насыщенная неделя. Может поэтому была перенесена оперативка? Устал? Неизвестно. Но глава встретился с послом Казахстана в России на Уреном Абайе у нас на прошлой неделе. Сообщается, что сотрудничество с соседней страной актуализируется. Хабиров даже рассказал, что поедет сам с большой делегацией в Казахстан для налаживания связей. Надеемся, что главе удастся это сделать. Также на прошлой неделе Ради Фаритович просетил окружной этап премии по туризму, где представители Башкирии завоевали немало наград. В совокупности это 15 первых, 11 вторых и 15 третьих. То есть проектов у нас много. Например, лучшим международным деловым событием признан 10-й форум России, Россия-Белоруссия. Кроме того, звучали названия, которые на слуху. Башкорто-Аты, Терра-Зима и Молочная страна. Среди ключевых достижений лучшим международным деловым событием признан 10-й форум регионов России, и Белоруссии. Лучшим проектом популяризации событий туризма Дни Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. Международный форум по развитию цифровой трансформации «Умный город, умная страна». Всероссийский фестиваль «Айда играть», Башкорто-Аты, Терра-Зима, Молочная страна. Ну, в общем, довольно насыщенные. Все они признаны как очень высокого уровня мероприятия. Как я уже сказал, проектов много. Надеемся, это как-то повлияет на уровень жизни жителей республики. Раде Фаритович уделил всего две минуты из оперативки теме СВО, лишь сообщив, что съездил в Нижегородскую область, где боевое слаживание проходят бойцы уже 2-го добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Очень сильное, хорошее, крепкое подразделение получилось, и в самое ближайшее время они выдвигаются на точку специальной военной операции. Всем, кто принял решение, слова уважения и пожелания вернуться домой живыми невыродимыми. Вот. Ну, мы эту работу ведем, продолжаем. Пока вот, со слов руководства, действительно, очень крепкое и боеспособное подразделение получилось. Если честно, я уже сбился какое-то по счету боевое подразделение из Башкирии. Наверное, уже десятое, не считая целого полка Башкортостан. И интересно было бы узнать и услышать ответ на вопрос, сколько из 300 тысяч добровольцев из России, подписавших контракт с Минобороны в 2023 году, являются выходцами из Башкирии. Исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова сообщила, что к отопительному сезону готовы 58 районов республики. Не готовы всего 5. Это Колтасинский, Бураевский, Белорецкий и Обзелиловский районы. И внезапно столица Уфа. Ради Фаритович сразу отреагировал и попросил взять дело на контроль. После чего произнес немного странную фразу. Я вообще каждому главе говорю, занимайтесь, потому что на улице уже холодно, и люди очень сильно на это рефлексируют. Займитесь, пожалуйста. И, Лена Анатольевна, а вы можете сделать мне докладную, где это фонит так сильно? Я тогда Алану Викторовичу передам, он будет персонально отрабатывать. Что могу сказать по этому поводу? Сограждане, прекращайте рефлексировать и фонить так сильно. Правительству это не нравится. Но если серьезно, то жаловаться стоит, потому что это наша единственная возможность достучаться до власти и рассказать им, какие есть проблемы в республике. На этом странности на оперативке не закончились. Глава взялся за зампремьера Алана Морзаева с вопросом, а что вы там делаете на Кушкина? Вот якобы улицу Октябрьской революции наконец открыли для автомобилей, а вы тут же начали какой-то ремонт на другой улице. Хабиров с улыбкой назвал Морзаева неутомимым человеком. Алан Морзаев объяснил причину пробок в городе. Как оказалось, Москва выделила большие средства для Уфа-водоканала. Вот они и работают в три смены, только бы сделать ремонт всех сетей в городе. Морзаев не смог озвучить конкретные сроки, когда работы закончатся. Поэтому продолжаем наслаждаться пробками по два часа и винить в этом Москву. Также оперативку со специальным докладом посетил Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан. Он рассказал о ходе готовности хозяйствующих субъектов к введению системы обязательной маркировки отдельных групп товаров средствами идентификации. Хабиров попросил его объяснить, в чем дело по-русски. Алексей Николаевич, только вначале по-русски объясните, что это такое, чтобы людям понятно было. Уважаемый Радик Парич, уважаемые коллеги, у нас в России с 2016 года проходит система обязательной маркировки отдельных видов товаров. Она постепенно запускается на разные товарные группы. Первый эксперимент был проведен в 2016 году по меховым изделиям. Основная задача – это легализация рынка. И вот, со слов моих коллег, занимается это Министерство промышленности и торговли, сельской федерации, комиссию данную возглавляет мантру Денис Валентинович. Вот то, что касается меховых изделий, у нас на сегодня рынок по данным изделиям увеличился в 27 раз. Это не говорит о том, что мы в 27 раз больше шуб стали покупать. Это говорит о том, что данный рынок обеляется. А это, соответственно, и налоги, и защита качества, и остальные направления. Смысл в том, чтобы легализовать продукт. Чтобы государство знало, как и где производится определенный товар. И как его реализовывают. Это увеличивает количество налогов для государства. То есть, разливать свою минеральную воду и поставлять в те точки, с которыми производитель договорился, уже не получится. Теперь все это делается через государство. Башкирии, например, открыли межведомственную комиссию, которая будет следить за этим. С одной стороны, это правильно. Важно, чтобы производитель поставлял качественный товар, который не вредит здоровью. С другой стороны, все это действие приведет к подорожанию товара. И, конечно же, усложнит жизнь предпринимателей. Так как обязательно возникнут бюрократические проволочки. Крупным компаниям, таким как молочные заводы или производство легкой промышленности, будет проще. А вот малому бизнесу будет посложнее. Как они с этим справятся и принесет ли пользу такое нововведение, покажет время. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш YouTube канал, если вы этого все еще не сделали. И советую тем, кто активно пользуется Телеграмом, подписаться на наш Телеграм-канал «Однажды в Башкирии». Там выходят самые интересные новости о жизни Республики Башкортостан и России. Ну, на этом все. Пока.